Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех клачей, в дикие джунгли, скорее. Субтитры делал DimaTorzok 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 Обалдеть! Субтитры делал DimaTorzok Обалдеть! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну чё, давай пошли! Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 в которую, в принципе, и так можно было войти, без всяких подсказок, просто её нужно было найти и обнаружить. Чтобы игнорировать выступы. Какие, блядь, выступы я должен игнорировать, я не понял. Ассасино! Кажется, я нашёл верный маршрут, потому что по моей жопе ещё не стреляют. Ой. Смотрите, циклоп, у него что, один глаз там сияет, или что это такое? А, это очки сплошные, наверное. Это очки, которые никогда не были модными, даже когда их носил какой-то там лошара из, блядь, из группы Отпетые, мошенники, блядь. Блядь, я не успеваю за ним, чтобы его оглушманить. Хрусь! Ты, если умеешь так классно сворачивать шеи, чё ж ты эту тёлку не побил? Да не пизди, что ты меня видишь, не можешь так видеть. Сейчас он свою моргал и отвернёт. Блядь, вы заебали, вы мне просто мешаете. И, сука, началась война. Ау, блядь, по пальцам, сука. Я тебя в хуй отстрелю. Мы тебе хуй отрежем, Ларри. Ну, ёбаный ты, блядь, сука, опять этот брат меня подвёл. Как он заебал, блядь. Сука, никчёмный ты долбоёб, блядь. Нахуй тебе пистолет, выброси его, нахуй. Чтоб я у тебя, блядь, в руках не видел. Потому что я на тебя, блядь, начинаю надеяться. И это самое, блядь, тупое, что можно сделать. Понадеяться на тупого уебана, блядь. Такого, сука, как этот Сэм, блядь. Рот его я, блядь, ебал. Дебил, нахуй, конченный, блядь. Два часа стреляет, один есть, блядь. Да в очко ты себе, нахуй, засунь такую помощь, блядь. Дегенерат, ёбаный, блядь. Пизду, не знаю, куда-то надо идти, нахуй, заебал уже так. Крадёшься тут три часа, блядь, нахуй. Крадёшься, блядь, чего, нахуй, зачем, блядь. Нахуй, ну надо всё. Чёткие пацаны рашут такие говномоменты, блядь. Так, блядь, а где вход-то в эту ёбаную пещеру? О, чёрт. Куда побежали? Чего ты ждёшь? На, придурки. Надеюсь, там кто-нибудь подох от этих взрывов. Потому что... Да, каратисты, блядь, просто, нахуй. Чё-то подпрыгнул, чё-то ударил, блядь, не попал никуда. Сука, дегенерат, деградация ёбаная. Нет бы поискать, так нет. Мы будем перекрикиваться два часа. Видите, не видим, видите, не видим. Где ты, парла? Я так и знал, что наёмники русские. Порядок. Они нас потеряли. Смотри. Куда, блядь, смотреть-то, ёпта? Где пещера-то? Тут ни карты, ничего, блядь. Блядь. Видно, что? Ничего, всё нормально. Видно, что? Нет, всё нормально. О, чёрт! Блин, аж! Ищите! Они все-то здесь! Ого, 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 ого. Блядь, дерьмовая идея была. Так интересней, так. Экшена больше. Да. Экшена больше, здоровья меньше. А, хороший чекпоинт. Куда ты делся? Нравится. Нравится. Давай, 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 блядь, обезьяна. Ну, включай ты свои способности-то уже. Всё, осторожно. Долбоёб, блядь, сука, конченый, сука. Это он вступил в десантники, не обращайте внимания. Там мои копыта висят, правда, но, слава богу, их не видно почему-то. Ну, давай, давай, давай уже. Как с прыжка оглушать? Написано, спрыгните, чтобы оглушить его. Так, ёб твою мать. Кнопку-то какую надо для этого нажать? Интересно. Секретную, наверное, судя по всему, блядь. Просто, если я, блядь, рядом спрыгну, сомневаюсь, что он от этого оглохнет. То есть, должна быть захвачена цель, блядь, и обозначена кнопка, на которой я должен, блядь, его оглушить. Не, нихуя. Совет есть, блядь, возможности нет. И вот, всё готово. Главное, до того, как мы эту дверь открыли, она была приоткрыта, а теперь она закрылась полностью. Опять жопа камней наелась, давай. Пошёл, пошёл, пошёл. А, вон, вон она. Вот эта пещера, которую не видно без того, чтобы, блядь, и без этой, без специальной линзы, типа якобы. Тебе чё, скучно там, нахуй? Сиди, молчи. Вдруг мы крадёмся у врага под носом, блядь. Ебало, заткни, блядь, дайте залезть. Ну, мы долго не задержимся. Понял. Держите связь. Ладно. Аллилуйя. Аллилуйя, с Али заткнулся. О, а это что за пещерка здесь? Впереди патруль. Я их слышал. Патруль времени. С Ван Дамом. Тут тоже что-то древнее лежит. Ну, естественно, никто тут не залез, не посмотрел. Флинтлок. Очень по-пиратски. Да, ты уверен, что он, блядь, выстрелит хотя бы раз-то, блядь, в своей жизни? Он триста лет тут пролежал. Пусть дальше тут лежит. О, нифига, мы нашли сокровище. Складной нож, что ли? Ну да, складной нож. Который не показывают почему-то. А, вот. Хуя он грузится. Ну, конечно, такая графика, вы чё. Восемнадцатый год. Восстание Колчака, эп-то. Тринадцать полигонов. Ну, судя по патронам, флинтлок это типичный обрез. Патроны, на которые тут вряд ли где-то есть. Он точно умер. Этот спартанский фофан. Кто меня тут палил? А, опять мой шоколадный. Красный козырёчек опять разбушевался. Да валит его быстрее. Кажется, мы от них ушли. Выходи, ну! Ой, блядь. Вот этот чувак точно всю свою жизнь зазря хлеб кушал. Да, это и не так просто не уйти. Тупой говнюк. Да, и чем ближе мы к собору, тем больше их будет. Давай собор парижской богоматери осмотреть. Ну, шкатулка с попугайчиком. Ну, чё вот её, блядь, осматривать? Кому это интересно, я не понимаю. Так. И чё? Где он нашёл лестницу? А, вижу. Ничего, что эта лестница 300 лет назад ещё сломалась. Так, давай сюда. Я тебя... Вот так. О, чёрт! Я слишком высоко! Ну, ты капитан непродуманность просто. Ща, погоди. Эх! Я жду. Эх! Сейчас я распрыгаю, сейчас достану. Давай, может, сразу бегу. Блядь, да брось ты ему верёвку, ёпты бля, ну. Эй, что ты нашёл? И вот так? Бревно. А ты что делаешь-то? А, ты нашёл мою бывшую? Хоть какая-то польза от этой дрени. Это штука даже тебя подержит. А, спасибо! Хе-хе. Катя. Ты же не думаешь, что построили монахи? Да нет. Какая-то система блоков. Типа, для подъёма сокровища? Для подъёма. О, я буду бегать и вот так крутить. Пшшш, пшшш. Мне кажется, он так быстрее бегает. Как романтично. Так. Ой, блядь. Ну, немножко, да. И всё? Так, ну давайте думать тогда, чё тут делать. А чё тут делать? В воду, наверное, прыгать? Нет, 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 нет! Да? Да, 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 да! Сука. А чё тогда не хотят-то, блядь? Ты же не думаешь, что это строили монахи? Да нет. Какая-то система блоков. Да нет, гандоны какие-то это строили. Для подъёма. Как я её пропустил. Да, нам суждено было найти её вместе. Хе, как романтично. Да, романтично, блядь. Это твой брат. Где ж тут нахуй романтика-то? Всё, дальше верёвки нет. Ниже он не хочет слезать. Может, он по вот этим вот херовинам лазить собирается? Но он руки вытягивает. Да. Это чертовски незаметно, по-моему, было. Не, у меня была такая мысль, что можно по ним лезть, но... Вода такая голубая. Не, хуй бы он не плавал. Она ледяная, наверное. Я закоченел! Закоченел. Иди в водичку поплавай, и знаешь, что такое холод на самом деле. Ну, давай ты, блядь. Ну, что ты меня дрочишь, блядь, а? Он ту руку вытягивает и перестаёт её вытягивать. Интересно, что вот это за деревянная конструкция? Что она тут делает? Кхм-кхм. 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 Вот этот прыжок, конечно, потом с доводочкой, с доводкой до цели умиляет меня. Слышно было, да, как он об камне уебался и ржет, довольный. Опа. Ну тут вообще прыжок в неизвестность, короче. Пещера Бэтмена, судя по количеству летучих мышей. Ипать. Да ладно, достал. Да, и как его нахуй не перемолотило с этими обломками, с которыми он вниз летел, интересно. Это там еще конь педальный, глыбы какие-то сталкивает. Внизу! Этот утес, он упал. Признаюсь, у тебя талант все ломать. Особенно скалы. Особенно ц... Ладно. Блядь, а ты-то как туда попал? Так, слово о его талантах. Веревку кинь. Умник, блядь, хуй. Два-один, да? Скала и мост у меня, и у тебя... А, у меня скала и лестница, у тебя мост. Семейная. Может быть. Я до тебя не доберусь. Конечно, ведь ты инвалид. А, ты уже... У них у каждого есть по веревке, и они, блядь, друг друга ее ни разу не бросили. Я в ахуе. Похоже, совсем растерял форму в панаме. Да, не волнуйся. Максимум потеряешь пару пальцев. Ну да, все равно... О, 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 о. О, о, о. Блин. Держись. Я тебя подниму. Я трахаю в скалу, чувак. Подожди. Блядь, такой камень охуенный. О, да. Давай-ка. Что бы ты без меня делал? Наверное, дома. Э, блядь. Так. Тебе что, пять лет? А, вот и кресты. И там тоже здоровье. Ну, то есть... Нет. Вот и я. А пещера где-то прямо между ними была. То есть где-то здесь. А. Вон та, что ли? Туда прямо на корабле можно было заплыть. Ага. Чё ж ты не сгруппировался-то? Прям пачкой своей, сука, ударился. Он должен... И то... И то бы он не умер. Встал бы, зубы выплюнул все. Все, блядь, какие были. И дальше пошел. Нейт, ты как? В порядке. Вспомнил, сука, порядке. Господи. Господи, опять наемники в натуре. Блядь, если бы не они, я бы тут как Индиана Джонс сейчас проскакал. Как Газманов на концерте пропрыгал бы эту хуйню всю. Погоди. Погоди. Эй, вот они, лезь! Лежи! Куда они стреляют, не понял. Вали! Ты сюда, ты не денешься! Я не лезер, ты помнил! В аду припомнишь. Так, я спас свою жопу. Не понимаю, блядь, как они стреляют вниз. Блядь, а мой почему туда не зацепился? Вижу тебя! У них какая-то мания, блядь, висеть с веси в жопу. Сука, вакханалия. Да, сука! Ебать! Бля, как я съебнул вообще ловко, а? О, наконец-то, блядь. Я впервые вижу твою пользу. О, нихуя подпрыгнули. Ну, немножко разогну... Ну, блядь, конечно, странно выглядит такая перестрелка в моем исполнении, наверное. Как могу, блядь, прохожу, как могу. Ненавижу геймпады шутера. Так. Ага, нам, наверное, вниз, судя по обломкам корабля, да? Или сюда, судя по тому, что здесь дырка. Блядь, осторожней. После взрыва тут все может рухнуть. После какого взрыва? Наемники. Катюш, рейф-то должен соображать. Сэм, помоги мне. Что, если тоннель держится только на этой штуке? Тогда извиняюсь. Ладно. Подъем на бицепс. Два. Три. Давай, 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 читинг, читинг. Четыре. Давай, давай, колено и помогай. Давай, четыре. Давай, давай, да. Полная ходка, да. Как подымать, так вдвоем еле-еле. Как держать, так каждый по очереди спокойно. Да, повезло. Да, просто, блядь. Чуть геморрой не высрал по колено, а так вообще сама простота. Нам наверх или нам опять... ...на своей жопе ехать? Ну, я ставлю на то, что на своей жопе. Сэм, скотина, блядь, там мало уступов, блядь! Сэм, всё, ты виноват, мудак. Сбил меня, блядь. Сука, мудак этот брат у него, блядь, конечно. Не, ну сейчас я, конечно, лоханулся, потому что я не увидел, что тут... ...козырёчек вот этот был. Но виноват всё равно Сэм, блядь. Могу крикнуть, перду пердить. Тупой. Как думаешь, выдержать? Блядь, я уже... Я не думаю, я делаю. Это же игра, раз туда верёвку намотали, значит выдержат. Странно ещё какие-то... ...стечения этих обстоятельств. О-о-о! О-о-о! Вау! Ой, блядь! Ах ты ж! Только аккуратно! Спасибо! Ой-ой-ой! Ой, ёрт твою мать! Всё хорошо! Сейчас Сэм доломает этот мост. Ну давай, чё ты, засал что ли? Столбничок. Не, всё хрустит только под Дрейком. Нейтан... Ой, Сэм, наверное, вообще ничего не весит. Сейчас, подожди. Самое время сделать рисунков. О, классно. Водяное колесо, система подъёмников. Затонувший корабль специально затопили. Они доставили сокровища этим путём, а потом затопили корабль, чтобы заминскрывать вход. Маршрут пиратов. Знак вопроса. Набросочки. Так. В Питере корабль один раз затопили, чтобы доставить... Ножницы. Чтобы доставить камень для медного всадника, его надо было как-то грузить на баржу с берега. А как? Если, ну, краны не выдерживали, тогда деревянный сбросишь, он просто пробьёт корабль насквозь. Загрузили корабль песком, затопили, сбросили сверху камень. Вода смягчила удар об корабль. Потом открыли шлюзы, и течение реки вымыло песок из трюмов. И баржа с камнем всплыла. Вот такие гениальные пацаны жили. На Руси, матушки. Мы заходим в пещеру. В пещеру? Да. Связь может пропасть ненадолго. Не волнуйся. Всё, мы уже вышли. Ладно. Короче, я жду вас на готове. Ладно. Вот она, пещера, да? Да. Не близок был сюда путь. Но интересно. Вот всё, что касается лазилок и прыгалок, здесь вот интересно. По-моему, даже немножко получше, чем в последней ларочке. Где этого было как-то меньше, чем в первой части даже. Идём сюда. Хорошо, что я легко позавтракал. Жуткие статуи Дисмоса есть. Жуткие статуи Дисмоса? Судя по всему, мы в логове пиратов. Это оба Дисмоса. Странно. Да, в логове пиратов, конечно, блядь, среди пиратов нашёлся охуенный скульптор, который тут вытесал Дисмоса, блядь. Это что? Дверь? Похоже на то. Водичка. Так, и походу сюда надо вставить... Иди сюда. Сюда надо вставить. Но что-то толстый больно сюда вставлять. О-о-о. Склизка. Смело ты суёшь. Там ручка или типа того. Куда попало. Так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся. Что? Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Заведёшь стильный крюк. Тяни давай. Ну, может, ты потянешь раз такой умный. Ладно, поехали. Стильный крюк. Ладно, ещё можно сказать, что это технологии Майя, что Майя дохуяча умели. Но это пираты, блядь, сделали. Сэм, про тебя, походу, ты же сидел. Это не Эвери. В смысле? Вот. Про-тайландский пират. Томас Тью. Но это не может быть он. То есть, знак-то его, но... Тью погиб от такую ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким боком? Вот это хороший вопрос. Это Тью в клетке сидит? Как думаешь, кто эти парни? Завяленый. Мы признали здесь лишнее. Думаю, Эвери и Тью пытаются нас напугать. Хорошо, что мы профессионалы. Да уж. Больно надо вас пугать. А что за этой дверкой? А мы через неё вошли. Мост хлипкий, как и все остальные. Ну, до сих пор держался. Ему 300 лет с херами. Вроде держит. Вперёд. Бля, я не верю, что это всё не рушится под ними. Ну, давай. Блядь, вообще, нихуя ты... Сколько ты весишь, блядь? 300 граммов? По правилам. Даже не дёрнувайся под ними ни черта. Неплохо. Так, мои любимые горочки, давай-ка. То, что он едет на них по жопе, не мешает ему прыгать. Что самое интересное. Вот так вот, толчок ягодичной мышцей. Мастер на жопе попрыгастер. Тью строил это место с Эвери. Ничего не понимаю. Я-то... Тью строил, блядь. Если Эвери прятал сокровище, зачем ему другой пират? Возможно, он хотел взять его в команду. Прислал ему один из крестов Святого Дисмоса. Да. Может, Тью забрал... Блядь, я думал, что вниз надо прыгать. Ты так не шути. Ну, скоро мы узнаем. На самом деле, если посмотреть документалочки про пиратов, то там выяснится, что пиратство существовало довольно непродолжительное время. То есть, очень недолго был этот феномен. Ну, как и ковбои. Ковбои, оказывается, были всего 20 лет, существовали. А фильмов сняли столько, как будто там, блядь, столетиями они там наскакали на лошадях с пистолетами. О, головоломочка, наконец-то, ёпта, сейчас. Сейчас, сверкну знаниями. Ну, что это такое-то? Пазл какой-то, да? Тут ещё рыча. О! Вот так вот. Ну, что, хочешь руку сунуть? Это такой хитрый тест или испытание? Да. И этот вот не прошёл. А мы пройдём. А как он сюда залез, блядь? Интересно. Внизу что-то виднеется. Да, ведро. Ведро. Хм. Ладно. Отличное трёхсотлетнее ведро. Теперь что? Ну, воды, наверное, в него набрать, чё. Я думаю, что ведро символизирует автомобиль автоваза. Может, надо сюда с тачкой прийти. Хе-хе. Так, а как набрать-то? На какую кнопку? Надо, блядь. Чтобы набрать ведро воды, американцу надо зайти по пояс в воду. Бля, как вам тяжело живётся? Ёб твою мать. Вот тупые, блядь. Вот тупые, блядь. Давай, облей меня. Снимем айсбекет челлендж, мазафака. Так, мы поставили ведро оттуда с водой. Блядь, а тот тупорец не стал ничего делать. Пошёл сразу руку ссывать, да? Я вроде понял, что к чему. Дело в этих трёх крестах? Да. Перед нами Иисус, благоразумный Дисмос и злой вор Гестас. Гестас и Дисмос. Белый крест это Дисмос. Чёрный это Гестас. Блядь, вот даже сами имена Гестас и Дисмос, ну, во-первых, это два прибалта, очевидно, блядь. Во-вторых, эти имена похожи, что как бы намекает на то, что это выдумка. Так, чёрный Дисмос, правый, чё там ещё кто-то. Так, ну давай покрутим. Блядь, вот тот самый случай, когда лень делать красивую анимацию для поворота. А, и так пойдёт. Блядь. Так, стоперики, нет, не так это делается. А вода при чём? Чё-то я вот не очень понимаю, при чём вода. Смотри, что-то сдвинулось, когда ты поставил ведро. От механизма до двери проведён канал. Так, тогда ведро должно быть наверху. Ага, капитан, блядь. Там туда и солнце светит. Блядь, нихуя тут. А, и адса-то придётся. Так, а вот этот крестик, это кот чей? Сэм, Дисмос был слева от Иисуса? Это если смотреть спереди или сзади? Спереди. Тогда да, он был слева. Тогда смотри. У Иисуса самый большой крест, да? Сука! Блядь, местами перепутал. Говно ёбанное. Так, давай-ка водичку сразу наверх затащим. Чтобы она больше тут мне не мешала. Так, надо теперь Дисмос слева, а этот мудак справа, да? Мастер хули. Рычаг ты будешь тянуть? О, нет, не хочу лишать тебя этой привилегии. Давай монетку хотя бы кинем, чё-то как ссыкло. Так, ну давайте ещё раз. Контрольный взгляд на книжечку. Чёрный крест. Джерк Тиф. Джерк Фиф. Фиф Вор. А Джерк, что значит? Не раз... Хороший Вор, а это, наверное, плохой Вор. А, чёрный крест у этого, а белый крест у Дисмоса. Большой это Иисус. Давай, ладно. Всё равно чекпоинт наверняка дадут. Ну? С Богом. Гляди, кажется, получилось. Ну и зачем там вода? Не будет безумно. В жёлоб, которому 300 лет. Она стекает и... И струя воды откатывает дверь. Испытание, значит. Ф. Физика. Это знать надо. Воду таскать? Соискатель должен знать о святом Дисмосе, о котором команда Эвери была явно наслышана. Не так уж это и сложно. Может, будет ещё одно? Чё это такое? Тянешь за язык какого-то бородатого деда, слева мозги, глаз и... Кот мокрый. Каково было совать туда руку? Think, felt, like. Думай. Felt, не знаю. Как мокрый кот. Блядь, охуенный перевод тоже, блядь. Просто обоссаться. Перевели одну строчку, самую, которую и так всем понятно. Так, нет, тут можно обойти. Святой Клизмос, куда мы забрели? Пираты тут ступеньки, да? Эй, моя команда, мы сегодня не будем грабить корабли и жарить тёлок на Тартуге. Мы будем строить какую-то, блядь, пещеру. Как у Бэтмена, только это будет пещера Дисмоса. Да, капитан, отличная идея. Мы согласны. Нам же нехуй делать. Ну, я надеюсь, что у человека, который делал звук разговоров, член на лбу вырастет. Ну, почему они так тихо разговаривают? Так, у меня тут для тебя кое-что есть. Походу, если в озвучке не участвуют все Влад Кузнецов, блядь, озвучка будет хуёвая. Нахер мне этот ящик, ты мне мог руку подать? Вот дебилойд. Ну, давай ты. Походу, твой брат уже здесь был и дорогу знает, судя по тому, с какой уверенностью он палит. Ты бы, сука, руку в этот механизм так же уверенно засовывал. Если бы мосты и переходы не развалились. Мы опоздали на пару сотен лет. Интересно, а эти пираты рассчитывали, что кто этот клад найдёт? Интересно. Почему они, блядь, просто не тратили всё, что награбили? Ай! Да, ладно. Ай. Точно. Сюда. Тут виден свет. А закопаю-ка этот склад для своих внуков, которые, конечно же, будут знать, кто такой Дисмос. Ну, логично. Мы же под собором. Причём, я уверен, что Дисмос, это имя этого бандита исключительно в какой-нибудь протестантской церкви или католической. Потому что, ну, я Библию так-то немножко почитывал когда-то. Я давал ей шанс меня заинтересовать. И, по-моему, там имени Дисмос вообще-то не было. Ну, я вообще только воровую помню, короче. Там Дисмос, не Дисмос, это уже, блядь, что-то совсем углублённое, видимо. Вообще, у меня в детстве была детская Библия с картинками, с классными. Больше всего мне Самсон понравился, который там держал... Держал рушащийся потолок. Накачанный такой был. Директор наёмников руководит раскопками. Что там с манускриптами? Давай наедине. Держите в курсе. Да, мэм. Слышал? Под собором пристройка, закрытые зоны. Ну да. Ты их видела? Нет. А что? После твоих молодцов, там камня на камне не осталось. Они слегка злоупотребили динамитом. Да, как стадо слонов в посудной лавке. Но за два дня добились больших успехов, чем мы за месяцы. Успехов? Так давай ракету сюда сбросим, нахуй. Что мне только отщебня? Ладно. А шоколадное с местным Челищевым, походу, мутят. Они будут ставить тебя в известность, прежде чем взрывать. Лучше пусть отойдут в сторонку и дадут мне осмотреть то, что еще не взорвали. Нет, мы больше не можем сидеть и ждать. Ты уж извини, Надин, но у меня в таких делах все-таки опыта побольше. Мы уже делали, по-твоему. Хватит. Ты с первого дня мечтала тут все взорвать. Нет, я предлагала украсть этот крест задолго до аукциона. Того аукциона, на который я не смогла привезти своих людей. Я хотел честно купить его, так проще. Но я послушала не свое чутье, а тебя. И теперь у нас есть конкуренты. Я не думал, что он явится. Или хотел его выманить. Да на кой черт мне это надо? Думаешь, он тебе нужен? Может, ты прав. Главное, чистая игра мне надоела. Мы уже делали, по-твоему. У нас уже был анал. А если нет? Значит, пора идти дальше. Блять, дай ему кирку, пусть идет, ломает. Эй. Ничего личного. Конечно. Я сообщу, если что, найдем. Конечно, Калипсо. Давай, пока они сокровища не взорвали. Или целоваться не начали. Да. Стой. Думаешь, она права? По поводу. Что Рэйф хочет тебя выманить. Главное, чтобы врасплох не застал. Они должны разговаривать сейчас не об этом, а о том, что типа... Ну, ну, тряпка. Да, настоящий пиздастрадалец. Вот же лвож подпезная. Согласен, братан, согласен. То ли дело я, красавчик, наебал свою жену и гуляю тут. Наверное, боковая комната. Кроме нас тут никого. И куда? А. А. Почему он на манер Лары Крофт не повесит свой ссаный фонарик на карман? Я справлюсь. А, ну это... Оловянная шкатулка. Да пудреница это какая-то. Блядь, где столько сокровищ просрал? Не то, чтобы мне было пипец как интересно разглядывать эти херовины. Ну, мало ли. Так. Тут опять надо что-то сверху сбросить. Ну, походу, это буду я, да? Да, капитан Очевидность. Я рад, что ты заметил, что там высоко. Я уже понял, куда идти даже надо. А, говорят, младший брат дурачок обычно. Ну как, средний был и так и сяк. Младший вовсе был мударь. Чему учили русские народные сказки? О том, что три ребенка это зло. Хватит двух. Перестаньте плодиться. Так, а что это такое? Ближе к собору. Или к его руинам. Эй, мы оттуда пришли. Разве нет? Мы там были, да? Нам сюда. Должен сказать, тут все лучше продумано, чем я предполагал. О, да. Да тут пипец просто. Невозможно командой одного корабля. Да тут даже флотилии, блядь. Тут тысячи евреев под руководством мудрого фараона должны были строить все это, блядь, веками. Да как так-то, блядь? Куда идти-то? Чё? Да, была не была, блядь, конечно. Была не была. А вдруг ящик пустой? Да, была не была, блядь. Чем я рискую, да? Подумаешь своей жопой. Смотрите, смотрите, без ног, без ног лезет. Вот это спина у него, блядь. Вот это бодибилдер. Да, с этим у вас не очень, ребята. Тут можно зацепиться. Сойдет. Может, динамитовую шашку кинуть в эту замурованную дверь? Там вся какой-нибудь проход за ней явно. Так, ну давай к краешку. Прифигарили. Теперь... Опа, опа. Ай, блядь. Ну давай, давай, раскачивайся. Чё ж ты бьешься-то в неё? Дебил. Да, если человек идиот, блядь, это нахуй надолго. Да, охуенно, блядь. Ну и где ваши чекпоинты на каждом шагу, когда они так нужны? Была не была. Давай нахуй лезь. Инвалид. Хорошо, что ты не тяжелее ящика. Всё. Тут можно зацепиться. Сойдет. Надо, наверное, его на самый краешек поставить. Потому что он что-то, он не очень-то, блядь, раскачивается. А если его вниз сброшу, что будет? А его нельзя сбросить вниз. Охуеть. Вот это я среагировал. Всё, батя сделал. Кому нужны мосты? Ну, не знаю. Мосты вообще штука хорошая. Сэм на всё готовенькое, падла. Приходит. Так, здесь не пройти. И как нам выбраться? Сюда! Даже играя в это, испытываю лёгкое чувство клаустрофобии. Как они там лазят? Мы бы попали в ловушку. Поглянись, Нэй. Какую нахуй ловушку? Отстава. Тут было второе испытание. Но всё обрушилось в океан. Ну что? Значит, испытаем себя в умении перебраться на пустоту. А что ты взял, что здесь было второе испытание? Интересно. Что на это указывает? Хотелось бы знать. А это кто? Почтальон, судя по сумке, да? Да будет всем известно, что я, Томас Говард, капитан неустрашимого, легковерный дурак. Всё началось с распятия. Таинственное послание от моего старого товарища, сулящая райские кущи. Поначалу я отнёсся к нему с подозрением. Но мысль о том, что я буду весь остаток своей жизни мучиться, думая о том, что случилось бы, если бы я согласился. Эта мысль была невыносима. К тому же нельзя просто так проигнорировать письмо от короля пиратов. Я выжил на пустынных берегах Мадагаскара, пережил нападение ост-инского Пемброука. Но этого мне не пережить. Нога моя сломана, а люди мои трусы, которые боятся даже заглянуть в эти пещеры, не слышат моих криков о помощи. Кто мог представить, что все мои совершения закончатся здесь, вдали от дома, где я умру столь бесславной смертью. Именем Господа я проклинаю тебя, Генри Эвери. Пусть мой призрак преследует тебя до самой твоей смерти. Набрал Сыкунов в команду, а Генри виноват. Кстати, у него дырка в черепе. Походу он себя шмальнул с волыны. Либо ему что-то по башке прилетело, непонятно. Хреновина типа качелей? Заебись, хреновина, сука. Типа качелей. Ну давай, братик, помогай. В противовес, ну. Камон. А вот туда мой крюк не долетит. Очень быстро она качается, я просто не успеваю добежать и прыгнуть. Стой, стой. Ничего не выйдет. Ты слишком низко. Ну так сделай что-нибудь, мудак. Я опущу, давай. А ты? Ха, вышло. Вот так. А он что будет делать? Ну, а как же я? Сейчас, дай только оглядеться. Мы должны были кем-то пожертвовать, братан. Я тут побуду. Вот это инженерия. Слушай, а в конструировании смертельных ловушек они толк знали. Ха, какое красноречие. Нет, ну а что? Это же просто чудеса техники. И оставили здесь ящик. Я нашел, как опустить качели. Про думаны. Отлично. А их вот вообще не заботит, как они назад будут отсюда выходить. Я в этом не уверен. Конечно не заботит, это же игра. Это всё равно, что читать сказку про Иванушку, блядь, какого-нибудь там. Блядь, он на всё готовенькое. Хорошо, полетали. Ну, если с сокровищами не повезёт, всегда можно податься в цирк. О, чёрт! А-а-а-а, блядь. На пури, Дрейк, ну ты не осёл. В этом плане, конечно, лучше играть строгенькой Ларой Крофт. Под ней хоть ничего не рушится. Она весит там, как воробушек, наверное. Сорококилограммовой. Статуи добавляют драматизма. Ну, правда. Зачем все эти пышные украшения? А загадки зачем? Для понту, конечно. Красивый понт дороже денег. Красивый понт дороже клада. И что это такое? Сейчас я знаю, мы найдём супер-сокровище. Это будет там плащаницы, кусок, наверное, или Библия, блядь. Тихо, не трогай. Да потому что, блядь, не трогай. В противовес медные монетки. Жадность, да. Тридцать серебряников, да, лежит? Или её отсутствие. Ну, тогда. Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Вроде да. Четырнадцать монет. Вроде да, сойдёт. Ладно, давай одну. Жадность. Ясно. Только мне ловушка. Саунд в шоке. Узнаёшь форму? Мадагаскар. Смотри. Тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукинцы. И зачем Генри Эвери написал своему другу, блядь, к пирату, к капитану Неустрашимого, про вот эту хуйню? Он с нами играет. Мы же на месте. И где грёбанное сокровище? Во-во. Вот и об этом. Ладно. Так, Кингсбэй. Что дальше? Северный полюс? Космос? Не раньше, блядь, не позже, сука ты, чёртова. Вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе ещё причитается. Мало было выкинуть меня из окна. Рейв. Рейв, приём. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, бога ради. Тогда поспеши. По каким, блядь, следам? Я тебе чё, следопыт? Должен был вам сказать в ответ. Кинкс Бэй. Да, только... Кинкс Бэй большой. Где искать, подскажет крест. Но... Лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейву, ждать придётся долго. Извините. Я не стану торговаться. Возьми распятие. О, это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест... Христа. Ладно. Это детали. Не трогай! Сказали, они отошли бы. Блядь, как это работает? Я не понимаю. У меня-то оружия нету. Кинкс Бэй. О-о-о. Блядь, Кинкс Бэй тоже побежал. Ну правильно, все побежали. И нам надо съёбывать, блядь. Нейтан. А, ну нормально. Слава богу, кирпичи, как обычно, выпирают в нужных местах, поэтому... А то, что в меня стреляют... А чё она так оседает-то медленно? Давай, включай обезьяну, блядь. Это мой шанс. Да, это мой шанс. Давай, давай. Итой Дисмос нас благословил. На, поебало. Как тебе это? Давай. Всё. Что-то наверняка. Я пристрелил им коленные чашечки. О, боже. Что делаем? Чё делаем? Валим отсюда, конечно. Чё, блядь, мы делаем? Чему? Поднимаемся и валим. Да, поднимаемся и валим, улыбаемся и машем. А, вон, вижу. Ой, да ну нахуй. Всё равно не попасть. Давай, прикрывай, прикрывай, прикрывай. Почему они по мне стреляют до сих пор? Готово. Эй, Сэм! Никуда ты не бегу! Куда собрался? Сам напрасил. Блядь. Баранок, убейте! Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Блядь, ну и перестрелка. Мы прямо разворошили осиное гнездо. Разворошили, пнули и подожгли. Ха-ха-ха. На, придурки. Блядь, одна единственная шашка динамита была. Сэм. Блядь, где хоть шоды? Вот они. О, Драбачевский. Ну, лучше, чем пистолет, наверное. На нахуй, кретин. Ой, нахуй. Да, Драбачевский нормально, даже целиться не надо. Патронов только на него не найдешь, походу. Эй, Нейт, салют вас слышно даже мне. Что у вас там? Новый год китайский, конечно, что у нас. Ну, это я понял. Ладно, держитесь. Я скоро буду. О, нет. Блядь, уж скорее бы. Блядь, пулемет! На, придурок. Берите в нем, лови, динамит! Брегнись! Что, одной динамитовой шашки мало, чтобы убить пулеметчика? Одного убежал! На, еще одну, блюда. Как он вовремя подскользнулся. Слава гололеду. Бля, он жив. Да, сука! Вот гандон, смотри, уже по кругу оббежал, блядь. Почему они Сэма не фукусят, я не понимаю. Блядь, нам в команду нужен третий, желательно черномазый, которого все будут ненавидеть и фукусить. Вот такой у меня план. Черт, Сэм, снайпер! Ох, давай! Я снайперу быстрее хэдшот поставил на геймпаде, блядь. А снайперку-то можно залутать? Вверху еще! Две даже. Мой бит! Рисую! Вот это снайперка. Я его завалил! Оптика, что надо. Ой! Ой! Ай! Хе-хе-хе! Лохопеды. А где снайперки-то из них? Почему из них пистолеты только выпали? Выходи! Не трус! Стрелять! Снимите с него скат! Найди укрытие! Найди себе укрытие, нахуй ты ко мне прибежал. Блядь, автоматчик стреляет четче, чем... Ёбаный, блядь! Да, блядь! Ну, сука, говно, ёбаный, блядь, улегся-то как бомж в переходе в подземном, сука. Ещё! Почему у меня в руках автомат? Ну, откуда, блядь? Ну, откуда нахуй стреляют-то? Ёбаная ты, сука, черно-белая хуйня! Пизда! Нахуй мне черно-белой, графика в ней нихуя не вижу, блядь, дебилы! О, блядь, ты можно так... Охуенный, выстрелил. Я его вложил! Тут смысла нету, и снайперки в голову целятся, они так... Да-да-да-да-да-да-да-да, блядь, походу. Ой, блядь, я не понимаю, почему Сэм, блядь, никогда не подбирает ни автоматы, ни хуя! Да, он сидит просто, блядь, для толпы со своим ёбаным пистолетом, нахуй, и дрочит, блядь! Заебал ты бегать, ты можешь, блядь, ровно постоять. Ну, блядь, мы будем жизни-то мне восстанавливать, нет? Ну, я не понимаю, какой гандон гранаток из них кидает, а? Всё? У юбки, блядь. Да потому что заебали, вот и лихо. Ну, последний патрончик остался. Уроки, всё! Ну да. Слушай, Найд, здесь негде приземлиться, можешь спуститься к воде? Да, сажайся, молёт, я как-нибудь доберусь до тебя. Да, конечно. Хоп, и что, есть миллион солдат, все стреляют. Ты что, у тебя всегда так? Нет! Ну, типа того. Да, держать, брат. Да, 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 именно. О, чё это такое? Метр тридцать какой-то. Камуфляжный автомат. А, нет, твоя винтовка. Наобещал нам волшебную погоду. Не видно ни черта. Пускайся, пока не доберёмся до воды. Карабин вообще зашёл. Прямо опять этот пистоль. Ой, вообще, ой, сценка. Ой, хорошо, экшен пошёл. Как хорошо, что они спрятались, блядь. Там, где куча бочек взрывающихся. Забудь о них, как это, блядь. Дело принципа им пиздюлей раздать уёбкам. На кого они там всю булочку крошат, твари. Блядь, жопа у него, конечно, будет просто... Как наждачка, наверное. Пригибайся, не пригибайся, хули толку. О, блядь. Тут если много прячешься, сразу граната прилетает. В танках бы так же было. Постоял в кустах, не меняя позиции. На, нахуй. Чемодан по голове. Они стреляют в самолёт! Желитесь, пока меня не потопили! Потопили самолёт. А, у тебя же он водоплавающий этот. Амфибия. Блядь. Блядь. В отличие от тебя, бесполезная сволочь. Чё дальше? Куда? Блядь, может тут рашить можно? Я смотрю, что тут постоянно горки какие-то. В принципе, тут... Нахуй эти перестрелки мне нужны, походу. А-а-а, плохо дело! Встали! Скорее! Живо! Встали! Самолёт, как у стэдки, могло быть, у талона. Удержимых. Стартуй! Да, наверное, в конце здесь надо было не перестреливаться, а просто помешать или рашить. Чё ты, а, блядь, там, где надо перестреливаться или стелсить, я рашу. Вот там, где надо рашить, я, блядь, перестреливаюсь. Look my style! Еле выбрались, да? God damn it! Они подстрелили мой самолёт. Мы целы, спасибо. Сколько лететь до Мадагаскара? Так сокровища нет? Пока нет. Да что за нытьё, не понимаю. Мы богаты. Шоколадная монетка какая-то. Астанусь, значит, на Мадагаскаре. Там была комната с огромной карты Мадагаскара на полу, так что... Да, наверное, там. Это всё больше напоминает мне охоту за привидения. Сокровища в Шотландии никогда не было. Зачем тогда всё это, а? Вся эта затея с крестами... Да говорю же я. Девари так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициацией. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю. Зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... Ты подумай. Томас Тью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Гангасовая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо? На Мадагаскале. Эй, пираты, давайте не будем тратить наши деньги. Давайте складывать их в общую кучу. Хорошая идея. Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбэя. Это фишка из казино, вулкан. Значит, туда-то нам и надо. Тьфу вообще летает на фоне обоев. На фоне обоев из облаков. Реклама Sony Xperia. Нейт. Привет. Привет. О, Господи, до тебя не дозвонишься. Ты живой там? Ну да, а что такое? Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого. Потеряли часть наряги, но целый, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Лопата такая вообще. Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней десять проторчим. Ого, десять. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу? Не-не-не, не надо. Может, не десять. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь. Ну ладно. Ты, в общем, не торопись. Береги себя. Ладно. Бессовестный наебщик. Извини, надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Ладно. Люблю тебя. И я тебе. СМС не ей смайлик. Она тебе не верит. О, графоний подвезли. Что там по спутникам, Виктор? Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага. Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Ну тогда поехали. Потрясет. Вы на джипе, ёпта. Не на верблюде. Потрясет. А, вы на Вилесе, что ли? Тогда потрясет, блядь. Я за рулем. Да ладно. А что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Я не понял, нахуй он гладит руль, смотрите. Если он тут прятался, он не мог... Я поиграть сел, да, наверное, в Р2 ускорение? Хочется верить. А, вот, теперь нормально. Да, но кататься на этой крутой тачке... Ой, боже, ну и управление. Кататься я на этой тачке буду в следующей серии, и это офигенно. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Дорожная свинья написана на моей тачке? Хо-г-г. Дорожный свин. Странно, разве две буквы Г должны быть? Ладно, не важно. Всё, пишите, жмите.